Из неисчерпаемого источника всеобъемлющей любви Иисус Христос передает тебе послание нового времени. Почувствуй себя ведомым золотым светом Сананды, который начинает в этот момент стелиться вокруг, мягко и нежно обволакивая тебя. В то время, когда ты читаешь ниже следующие послания, мой золотой струящийся свет начинает активно циркулировать в твоем сердце. Ты пустился в далекое путешествие через многочисленные инкарнации, чтобы испытать в своем нынешнем воплощении последнюю фазу завершения. И теперь настало время увидеть полное окончание пути, которое приведет тебя к цели, твоему подлинному дому. Именно в этой инкарнации для тебя распахнутся двери в новую жизнь, в которой трансформируются все структуры и программы дуальности. Тебя будет ожидать жизнь в изобилии, счастье, благополучии и здоровье. Что же ты должен для этого сделать? Просто позволь устаревшей информации прошлого времени кануть в лету. Как часто тебе твердили, ты недостаточно хорош, твои достижения должны быть выше, ты не умеешь того или иного. От тебя постоянно требовали доказательств твоей любви, и ты готов был их предоставлять. Под влиянием сидящего глубоко внутри страха ты готов был вновь и вновь приводить доказательства, хотя часто считал это ненужным и бесполезным. Тебе не хотелось быть покинутым, тебе хотелось быть замеченным и услышанным, тебе хотелось быть любимым. По этому поводу Иисус Христос хотел бы тебе заметить. Если человек требует от тебя каких-либо доказательств твоей любви, не удерживай его. Ты — высший космический свет, скрывающийся за маской человека во плоти. Осознай это вновь. А сейчас Иисус Христос хотел бы поговорить с тобой на тему, предмет которой подвергнется основательным изменениям в новое время. Всесторонний процесс трансформации коснется также объективной оценки твоих взаимоотношений. Я знаю, что в любой форме взаимоотношений, касается ли это отношение к самому себе или твоего представления о Божественном Источнике, произойдут изменения. И все же мне хотелось бы уделить больше внимания одному крайне важному аспекту — взаимоотношениям в кругу твоей семьи. Поскольку энергия, прежде оказывавшая влияние на ваши семейные структуры, растворится и канут в прошлое. Вследствие того, что померкнет дуальность, отпадет также необходимость в основополагающих структурах твоих прежних семейных отношений. Тому есть свои причины, так как именно эти структуры являлись в прошлом отличительным признаком дуальности. Ни в какой другой вселенной структуры, обусловленной ожиданием, ответственностью и требованиями, не складировались так, как на вашей планете. Такая форма семейной структуры в новую эпоху больше не будет иметь места. Вместе с тем отпадет всякая необходимость в приобретении опыта отношений. В дальнейшем также будут существовать родители, сыновья и дочери, за исключением того, что прежде присущие им и действующие между ними энергии утратят свое влияние. В недалеком прошлом было так, что твоя душа всегда принимала решение, в какой области земли и в какую зарождающуюся семейную структуру инкарнировать. Очень часто такие структуры создавались в пределах только одной семьи в течение многих поколений, предельно воздействуя на формирование личности каждого отдельного члена семьи. Воздействие в пределах дуальности, которое вы обозначаете как карма, оставило глубокие структурные отпечатки, прочно укоренившись в тебе. Только по причине существования карма могли вступать в силу отношения, часто имеющие разрушительный характер. Карма является своего рода шнуром, который удерживает вас в так называемых предопределенных рамках, способствуя вместе с тем возникновению и одновременно познаванию связанных с этим ситуацией. Но в настоящее время, по причине глобальных процессов трансформации и преобразования, карма, как таковая, утратила свою силу. Эта структура, уместная в дуальности, была одной из первых, которую вы переняли, чтобы создать соответствующие предпосылки для дальнейшего развития своей божественности. При наличии кармы не может быть и речи о возникновении свободного развития отношений. А это именно та свобода, которая поистине покажет тебе всю глубину твоей подлинной божественной силы. В то же время очень важно понять, что ты прибыл на Землю уже с наличием информации о существовании и влиянии кармы. Эта информация была заложена в твоей общей структуре, а также содержалась в твоих клетках и в коллективном сознании людей. Мне особенно хотелось бы обратить твое внимание на то, что кармы в этой форме больше не существует и ее воздействие на тебя нейтрализовано. Однако как реликт осталась установка в форме воспоминаний, которые могут оказывать на тебя свое влияние. Так действовали силы кармы между двумя или группой людей, позволяя между тем распознавать содержащийся в ней потенциал. Это было, образно выражаясь, кристалликом соли в супе твоей жизни. Какие изменения для вас может повлечь отсутствие кармы или соли в супе? Иисус Христос хотел бы ближе подойти к этому вопросу и объяснить, почему изменится твое чувственное или эмоциональное восприятие. Как ты уже, вероятно, знаешь, карма была одной из причин, заставившей тебя пережить определенный эмоциональный опыт. Без кармы это не было бы возможным. Данные тебе ситуации были связаны с определенным родом переживаний, предоставляя тебе весь спектр человеческих эмоций, чтобы испытать его на своем собственном опыте. Теперь ты, вероятно, желаешь знать, сможешь ли ты испытывать свои эмоции дальше. И я отвечу тебе, твои эмоции и чувства не исчезнут, но подвергнутся коренным изменениям. Ты будешь ощущать их иначе. Если выражаться твоим земным языком, ты познаешь их как нечто нейтральное, какими они являются в действительности. В отличие от ситуации в прошлом будет меньше волнения и беспокойства, а твоя реакция при определенных обстоятельствах станет более спокойной и невозмутимой. И все это благодаря тому, что в твоем сознании начинает более интенсивно распространяться знания, сигнализирующие тебе, все так, как и должно быть. Ты больше не будешь пытаться действовать в рамках стереотипа, идет ли речь о человеческих привязанностях или о жизненных ситуациях. Ты позволишь жизни вести тебя за собой без сомнения и страха. Вместе с тем появится определенная нейтральность по отношению к ситуациям людям, но при этом твои чувства сохранятся. Вероятно, тебе будет трудно себе представить, как все это функционирует, но постарайся учесть одно. Твои нынешние представления о прежних жизненных закономерностях будут во многом лишены содержания. Причина, по которой ты пребываешь здесь, в будущем поменяет свою цель. Многие эмоциональные структуры и образцы отныне будут упразднены за ненадобностью, и ты будешь свободен. Нечто чудесное происходит в это время. Твое время. И сейчас мне хотелось бы особенно обратиться к родителям, чтобы сообщить следующее. Ваши дети пребудут уже без известных вам эмоциональных кармических атрибутов и конфликтов. Они свободны и могут являть собой пример свободы, которая витает прямо перед тобой. Многие из вас в это время чувствуют своеобразную нейтральность по отношению к происходящим с ними событиям. Это подразумевает не притупление чувств, как вы ошибочно считаете, а создает ощущение, что все так, как и должно быть. Нет больше никакой необходимости в борьбе. Теперь можно жить в мирных условиях. И Иисус Христос просит тебя постичь следующее изречение своим сердцем, там, где я живу в тебе и хотел бы достичь тебя. Каждой из сущностей света, передающей тебе свои послания, хотелось бы прикоснуться своими словами к твоей душе. И я прошу тебя, позволь себе это. Для меня было большой честью и в то же время огромной радостью рассказать о том, что тебе предстоит в будущем. Пойми, Вселенная не желает того, чтобы ты в чем-либо нуждался. И я, Иисус Христос, говорю тебе, ты – высший космический свет в человеческой плоти, и ты можешь достичь всего, если только позволишь происходить всему с любовью и радостью в сердце. Я всегда рядом с тобой. Она наша Иисус Христос.